Мои всем приветствия! И кто мог подумать, у крестоносов всё опять не так, как им надо. Так уж получилось, что после предыдущих великих побед, все очередные встречные города сдавались без боя. И по сути просто переходили на служение лидерам крестового похода. И из-за этого у крестоносов опять возникли недопонимания, кому что досталось, кому что не досталось. Снова разбрелись и некоторые даже попытались устроить свои небольшие королевства. Так что вроде бы всё и хорошо для них должно быть, но они всё равно нашли повод погрызться между собой. И подставить сам поход под угрозу. Но так или иначе, неделю назад несколько французских рыцарей своими вассалами отделились от основных сил крестоносов и захватили небольшую крепость неподалеку от древней Яфы. Но Фатимиды тут же послали войска вернуть её. С ними отправился Фатимидский шейх, рассчитывая на то, что воины обеспечат ему надёжную защиту. Ну вот это видимо как раз таки часть тех ребят, которые уже решили сами себе что-нибудь найти, раз уж им в обычном походе, ну с основными силами ничего не светит. Там уж всё разбирают на них. Так или иначе, нам надо заходить в вражеский Трибушет. Войска Фатимидов осадили крепость и обстреливают её из Трибушета. Отбейте орудие, пока стены не пали, и используйте его против врага. Кстати, подставной момент. К Трибушету врага подпускать в принципе нельзя. Потому что он только падает, Трибушет падает. Это нам нужно несколько секунд его ломать. Враги его просто сдувают. И заходите в Фатимидский лагерь. Войска Фатимидов собрались в лагере. Вы сняли осаду, и теперь стало время нанести ответный удар. Когда это мы успели снять осаду? Ну это наверное опять закадровое войско непосредственно сделало. До, так сказать, нашего вмешательства. Так, ну и у нас надо найти этого Фатимидского шейха. Вот который тут вот прибыл. И избавиться от него по просьбе Нормандии. И у нас опять конфликт лотеринги с Францией. Лотеринги отправила своих шпионов. А Франция недовольна. Этим и хочется избавиться от этих шпионов, чтобы лотеринги не получила преимущество. В любом случае мы выступаем на стороне, в данном случае лотеринги, хоть и под флагом Франции. Потому что, я понимаю, выгода Франции, мы под флагом Франции. Но опять же, чем эффективнее будем действовать мы, тем меньше потерь понесем. Поэтому поддерживаем информацию, точнее поддержим лотерингию, чтобы они предоставили, ну может не нам, но хотя бы своим силам нужную информацию и снизили потери. Ладно, так или иначе. Отбейте ватиминских воинов Трибушет и снимите осаду. А затем уничтожьте вражеский лагерь. Ну, если что, мы тут должны были видеть Трибушет. Но игру забыли так настроить, чтобы сначала модельки прогружались, а потом запускался ролик. Поэтому любуемся пустошью. Едить мы лесники, конечно. Такс. Ну, все достаточно просто. Идем к Трибушету всеми силами. Ну, кавалерию, наверное, здесь где-то поведем. И, возможно, даже сюда. Чтобы потом сразу выдвинуться к шейху, который где-то здесь. По данному разведки. Ну, правда, нас как-то раскидало непонятно. Но это уже мелочи. Хотя, с другой стороны... Надо бы осторожнее. Пусть идут тихонько сюда. Тихонько сюда. И у нас есть время до падения крепости. Но, думаю, уложимся как-нибудь. Перестаносцы, кстати. Все время про них забываю, что они у нас есть. Они пусть идут сюда. Кавалерия развиваем сюда. Все. Интересно, получится их в лес вымонтили или нет. Но ключевой плюс в том, что здесь... Эти куда идут? К шпионам, что ли? Просто вроде как где-то здесь они прячутся. Ладно. Будем надеяться, не найдут их. А, хотел сказать, что вроде бы у врагов нет лучников. И это наше преимущество. То есть можно спокойно держать строй. И не волноваться за это. Кстати, весьма странно, что... Перестали ставить лучников, в принципе. Наверное, авторы исходили с того, что мы будем боевать видами только тяжелой пехоты. Против которой лучники почти бессильны. Но... Чего-то я сомневаюсь. Потому что они сделали все возможное. Чтобы мы, тяжелой пехотой, на этом этапе уже не воевали. А, блин. Пока смотрел, забыл ускорить. Стоп. Зачем? Я еще подумал, что может каянями выманивать. Но раз у врага нет лучников, так можно же лучниками выманивать. Главное, чтобы в радиус попали. Ну, вот еще понятие. Считается, что у нас сейчас в лесу, чтобы получить преимущество. Или нет? Нет, пустоша. Пустоша. Вот это только лес. То есть, отходить придется далеко. Так, кавалерия. Сюда. Потихонечку. Е-мое, как же далеко им надо отходить. Ну, будем надеяться, что лучники свое дело знают. Так, враги сорвались. Рассеянно встроим. Быстро-быстро побежали. Снять агрессию, кстати. Так, кто там нарывается? Эх, займитесь им. Герой, не отвлекайся. Так, они не хотят, что ли, идти дальше? Блин, крестоносцы влезли в бой. Не досмотрел. Ну, ладно, тяжелые на тяжелых вполне себе справятся. Назад. Отменить. Теории не должны ни те, ни другие проскочить. Лучник пусть пока постреляет. Здесь вполне все справляются. Так. С кем они сцепились-то? Мечники. Плохо. Рассредоточиться. Блин, ну хватит уже. Вот, когда не надо, вот прям приползли всей толпой. Так вообще не будто разработчики считали, как будто мы вот так вот будем нападать. Эх, вы че, офигели? Ну ладно, придет с крестоносом воевать с ними. Они вообще взяли и убежали. В принципе, забавно, конечно. Ну, давайте так вот и вот так вот. А, нет, нет, нет. Наоборот. Сюда. И сюда. Нет. Да, блин, как их поставить-то, чтобы они все умещались? Ну, захватили-то, захватили. Замечательно. Где шпионы? А, ну да, три уши там еще можно стрелять по врагам же. Ну, пальник куда-нибудь сюда. Так. Крестоносца. Сюда. Ну, конечно, конечно. Сразу побежали. Кавалеристы. Вы сюда. Эти здесь. Будем чисто ловить тех, кто проскочит. А, блин. Я же забыл, у них нет автоматической атаки сейчас. Так, сам требушет. Ну, тоже куда-нибудь сюда пусть пальнет. Заняться. Где, блин, шпионы? Алло. У меня персонаж уже, наверное, все облазил здесь. Мечники, мечники. Так, знания пусть... Ага, вот. Начался проскок. Кавалерия. Сказано уже было стоять на месте. Лучники, ёпырс, это вашу трижды каравалерию и так далее. Кстати, остановиться, а то уже своих, наверное, расстреливают. Пока я не вижу. Так. Собрались. Вы, кстати, тоже собрались. Ну-ка. А, дайте их не дотягиваться. Ну, чтобы с ними. Где шпионы? Куда их запрятали? Стоп. Ёпырс, это он кого-то расстреливает из наших, да? А, кавалерию раздолбанило. Ну, замечательно. Лучники в рукопашную втянулись. И это что такое? Лучники, а что-нибудь здесь встали? Ммм... Так. Давайте как-то вот тут вот. И как-то вот тут вот. А чего? Мы их нашли? Когда? У меня вообще сообщение было про то, что мы их нашли? Я-то поймёшь, землю носу рою, носом землю рою, они типа уже найдены. Ладно. Так бы ещё часа полтора их искал. Ага, ага, конечно. Бегим! А, стоп. Блин, они снова невидимые. Надо слишком далеко не отходить, иначе бонус у них не пройдёт никогда. Так, и главное в леса ещё не заходить. Ммм, хорошо. Ой. Тут, оказывается, ещё были. Ну ладно, может продержится. Не, серьёзно. Лучники выдыхаются настолько быстро. То есть они вот стояли здесь, сделали буквально один шаг вперёд, и выдохлись уже. То есть, нас, видимо, разработчики решили немножко облапошить. Они сказали только про тяжёлую кавалерию и пехоту. Но лучники, видимо, тоже очень быстро выдыхаются в пустыне какого-то хрена. Хотя они самая лёгкая пехота из всех, которые у нас есть. Я понимаю, что один раз делал, чтобы не имбовали, но тем не менее. Какого хрена? Так, у этих агрессия минимизирована хорошо. Пусть даже вот так вот стоят. Ты сюда. Так, вы сюда. Вы немножко сюда. Вы с этими. Так, лучники прекратить. Перекратить. Алё. Не, вы это нагрешите? Они просто игнорируют. Они игнорируют связывание боем. И просто прутся к лучникам. Хотя вот эти вот ребята. То есть, вот у нас, у нас. У нас, боится, сразу будут примагничены к врагу. Вот даже сейчас, даже лучники сейчас просто примагнитились к врагу. Да, блин, опять забыл, что лучники не могут просто так пойти в рукопашную. Надо вот так вот приказать. Сейчас своих будут расстреливать, куски идиотов. Да, блин, я же переключил. Куда побежал? Вот враг. Вообще свалили нафиг. Так, ты пока захвати флаг. Вот специально выберусь 4 к 4. Вот 4 к 4. Всё, никого шанса пролезть быть не должно. Но нет! Они спокойно прошли насквозь. Проигнорируют наш отряд, кто должен был их связать боем. И дошли до лучников. И опять какие-то артефакты вылазят. Ну что ж. Несколько дней назад вы выполнили личную просьбу самого Готфрида. С отрядом отборных рыцарей вы обыскали морское побережье, у которого потерпело кораблекрушение Галера, весшая, весшая. Немообходимые крестоносом припасы из Европы. К счастью, вы успели вовремя разгнать пиратов-разбойников. Когда груз был снят с разбитого корабля, вы смогли и поговорить с уцелевшими моряками и пассажирами. Одним из них оказался известный оружейник по имени Уолтер. Ненезли Нормана? Крестовые походы принесли норманским рыцарям славу и богатство. Это произошло во многом говоря Боэмунду, великолепно проявившему себя во время осады Антиохи и сражений с сельджуками. Но слава и богатство, подобные обоюдоострому мечу, они пробуждают черную зависть. И вот уже ссоры начались среди самих норманов. Вам пришел рыцарь по имени Руфус, один из воинов Танкреда, кузена Боэмунда. После падения Антиохи, он не поделил добычу с одним из товарищей. Дело дошло до драки, и рыцарь схватились за оружие. Тогда Руфус еле выжил, и долго проявлялся в горячке. Когда он... А когда же он очнулся, то не нашел ничего из причаставшейся ему добычи. Нанесенное оскорбление заставило его предложить свои услуги вам, в надежде на волю справедливое отношение. Ну, видимо, нет у нас справедливого отношения, потому что... Нет! У нас по-прежнему не появился ни один герой. Так что... Система репутации, может, она и работает, но по факту герои к нам не приходят. Если честно, обидно. Но что поделать. Ладно, так или иначе, на этом пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok